Первая книга, о которой я хочу сегодня рассказать, это книга Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке». Я её рекомендовал в домашних заданиях учащимся пятых-восьмых классов. Дело в том, что впервые я сам познакомился с этой книгой в пятом классе. Она входила тогда в школьную программу, это почти 50 лет назад. Это никакая не легенда, это быль. И главным героем этой книги и автором книги я имел возможность лично встречаться, потому что наш пионерский отряд носил имя героя этой книги. А Борис Полевой был мой земляк. И перечитав эту книгу в наши, в эти дни, я подумал, что к ней больше подойдёт название «Повесть о настоящем». Вот и я поэтому её вам рекомендую. К сожалению, в 90-е годы она была изъятой из школьной программы. И обидно, что такой живой пример самоорганизации может пройти мимо многих учеников среднего школьного возраста. Имеется одноимённый художественный фильм «Повесть о настоящем человеке» и хороший документальный фильм «Судьба настоящего человека». Тоже рекомендуем. Следующее упражнение – это зрительная гимнастика по бейтсу. Быстрое моргание в течение 10-20 секунд. Сильно сжать веки. Раскрыть глаза тоже максимально широко. Сжать. Раскрыть. Сжать. Раскрыть. Упражнение для шеи. Повороты влево. Аккуратно. Вправо. Стараемся добиться максимальной амплитуды поворота. 5-6 раз достаточно. И упражнение тоже с поворотом. И в максимальной точке поворота подбородок опустить к плечу. Следующее упражнение – плечи. Распрямляем спину и плечи отводим назад. Максимально далеко. Стараясь свести лопатки. То же самое. Вперед подаем плечи. Назад. Вдох. Выдох. Назад. Вдох. Выдох. Можно дышать и по-другому. Делать вдох. Когда сводим. Выдох. Здесь уже прорабатываются внутренние органы. Так как диафрагма давит дополнительно на легкие. Тоже актуально сегодня. Следующее упражнение – перекрёстный шаг. Важное упражнение. Левой рукой касаемся правого колена. Правой рукой левого. Так называемая лево-правосторонняя. Фиксация левого полушария, правого полушария не начинает работать более синхронно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...